привет друзья я александр беляк и я рад вам сказать что мы с вами подошли к концу чтение книги пророка исаи я уверен это было и полезное и интересное путешествие и надеюсь что мы с вами встретимся дальше в следующем нашем проекте при чтении книги пророка иеремии прежде чем мы с вами перейдем к последним трем главам давайте коротко пробежимся по всей книги вспомним так сказать все то что мы узнали и пусть хоть что-то останется в нашей памяти и так книга исаи разделена на две основные части и она в миниатюре представляет всю библию она и начинается как начинается евангелие и заканчивается как вы увидите так как заканчивается новый завет последние главы в книге откровений на две основные части книга исаи разделена первая часть в большей степени посвящена теме суда и она представляет как бы ветхий завет вторая часть это как новый завет и она посвящена теме спасения и мессии эта вторая часть разделена на три одинаковых подраздела по девять глав и мы их так озаглавили избавление спасение и слава я надеюсь также в этом путешествие вам помогло содержание которое есть под каждым видео и в будущем тоже обращайте внимание на то где мы находимся так легче ориентироваться в пути когда есть какие-то указатели безусловно самая большая полезность это то впечатление или то работа которую произвел дух святой с нами в то время когда мы изучали священное писание апостол павел говорил тимофею о том что все описание полезно и хотя книги пророков это не самая простая часть священных писаний но мы с вами очень неплохо мне кажется продвигаемся я буду благодарен если вы оставите в комментариях ваш отзыв фидбэк по поводу того насколько вам было интересно полезно и понятно все то что мы с вами прошли также буду благодарен если вы дадите какие-то может быть советы рекомендации или скажите что было непонятно чтобы я в будущем это смог улучшить и был еще более полезен для каждого из вас применяйте все то что мы узнали самое главное пользуйтесь тем пророческим духом который есть и в писании и в церкви не забывайте что слово божье она призвана также и исправить нас и именно пророческий контекст и дает нам эту возможность 64 глава продолжает молитву пророка исаи за израиль и если быть более точным то пророк молится от имени израиля эта молитва звучит как скорбная песнь потому что исаи предвидит и предощущает горькую печаль изгнания и то чувство беспомощности а порой и безнадежности которая будет угнетать иудеев именно поэтому он и пишет все это для них чтобы это слово ободряло их в тот момент когда будет совсем трудно а 65 глава это ответ господа на молитву пророка и егова говорит что постоянно являл свою любовь непокорному израилю но тот неизменно отвергал ее и из поколения в творил беззаконие поэтому ответ господа таков он совершит не избавление а суд и наказание за грех но хотя суд и падет на весь народ бог обещает пощадить и спасти верный остаток по всей видимости это пророчество включало физическое возвращение верующих иудеев обратно в землю израильскую дальше мы видим описание ряда специальных антитез в которых различные виды блаженства праведных противопоставляются обратным видом страдания грешных в стихе с 11 по 16 представлены различные состояния благочестивых и нечестивых людей уверовавших евреев и тех которые продолжали упорствовать в своем неверии эти типы людей противопоставлены как жизнь и смерть добро и зло благословение и проклятие последняя часть ответа господа на предшествующую молитву израиля возвещает об утешении и дает радостную надежду на блаженство мессианского царства эти обетования пророков частично исполнились когда евреи после возвращения из плена мирно поселились на своей земле словно были перенесены в новый мир тем не менее они исполнились полностью во время евангельской церкви и снова мы с вами должны вспомнить что пророк не мог различать какие из пророчеств относятся к какому временному периоду в истории он видел все события сейчас а мы с вами уже знаем что пришествие мессии разделено во времени и также разделено во времени установление царства божьего иисус начал утверждать свое царство время своего первого пришествия на землю сейчас церковь является его телом на земле и наша задача распространять божье царство словом и силой святого духа но окончательно царство завладеет всем во время второго пришествия господа когда все зло будет уничтожен последняя 66 глава книги полностью связана с предыдущей и точно также как и предыдущая говорит об обновленном сионе в новых условиях религиозной жизни в нем тема этой главы также тесно связано с темой первой вступительной главы книги пророка исаи что блистательно подтверждает целостность и единство всей книги с первой странице до последней мы начали с темы истинного и ложного поклонения и этой же темой мы заканчиваем в заключительной речи исаи бог напоминает что он не ищет себе храма из камня потому что он творец всего и вся вселенная место его обитания помните стефан первый мученик христианской церкви цитировал этот текст перед синедрионом обличая их в ограничении бога рамками рукотворного храма деяния 7 глава 49 50 стихи бог приходит в сердце любящие и сокрушенные неотягченные внешним проявлением религиозности и он желает поселиться в таком сердце человека воспринимающего его слово всерьез иван или от иоанна в 14 главе 23 стихе мы читаем иисус сказал ему в ответ кто любит меня тот соблюдет слово моё и отец мой возлюбит его и мы придем к нему и обитель у него сотворим далее пророк использует образы суть которых в одном показать пустое лицемерие тех кто приносит жертву богу с неправильным отношением провозгласив суды божьи лицемерному народу который высмеивал слово божье и не отвечал когда тот обращался к ним он обращается с речью к тем кто трепещет перед словом божьим чтобы утешить их и ободрить их не коснуться суды которые обрушатся на неверующий народ подобно пророку и современные служители должны следить за тем чтобы все обстоятельства в этом мире которые вызывают ужас у нечестивцев не опечалили сердца настоящих верующих и вот некоторые обещания которые мы видим здесь первое находится в стихах пятом и шестом господь обещает заступиться за справедливое и ущемленное дело верующих и выступит против их преследователей подобные слова иисус также говорил и своим современникам изгонят вас из синагог даже наступает время когда всякий убивающий вас будет думать что он тем служит богу так будут поступать потому что не познали ни отца не меня и здесь же в первом стихе мы видим цель сказанного предупреждения сие сказал я вам чтобы вы не соблазнились а вот и утешение которое мы находим в матфее 5 11 блаженный вы когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня следующее обетование записано в стихах 7 по 9 и касается возрождение исайя видит перерождение народа божьего и говорит что роды эти будут удивительно быстрыми и принесут радость мир и процветание обратите внимание на слова разрешилась сыном в седьмом стихе и родил сынов своих в восьмом стихе скорее всего в первом случае речь идет о христе а во втором а его многочисленных последователях пророк предвидит что это перерождение будет удивительным она будет без родовых мук и она принесет сразу множество детей для примера мы можем вспомнить новозаветную церковь как она родилась о чем записано в деяниях второй главе когда в один день три тысячи человек присоединилась к церкви друзья я думаю также и нам следует молиться и верить в обращение народов и пробуждение когда десятки сотни тысячи людей будут присоединяются к церкви буквально сразу еще одно обетование касается утешения и преуспевания для всех кто присоединяется к церкви и любит ее они будут питаться насыщаться упиваться и наслаждаться об этом мы читаем стихах с 10 по 13 в заключение пророк еще раз напоминает о том что бог утвердил иерусалим и свое мессианское царство и он также покарает всех своих врагов верующие же всех национальностей будут собраны вместе чтобы увидеть славу божью а в конце времен бог сотворит новое небо и новую землю как об этом говорит и апостол иоанн в последних главах книги откровения где все верующие будут вместе с господом а все те кто встал против него и его слова навсегда останутся в аду надеюсь вы были благословлены этим временем когда мы вместе с вами пребывали в божьем слове не забывайте оставлять ваши комментарии и будьте богославян